Так, здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Я очень рада, что вы мне много пишете, спасибо вам большое. Благодаря вашим письмам я все эти дни и весь этот месяц держалась хорошо, потому что у меня мощная интернет-семья, которая меня поддерживала. Спасибо вам огромное, буду непрестанно всегда говорить вам это. И, естественно, Бога просить о благодати вам и вашим семьям, тем, кто меня поддерживал. Конечно же, я отвечу на ваши вопросы. Мне написали многие девчонки вопросы, разные вопросы. Ну, во-первых, меня обеспокоило письмо Лили из Голландии. У нее не совсем простая ситуация. И мы о ней не будем подробно говорить, дабы не вводить. Она мне наличку написала всех в суть тела, а я отвечу в общем, потому что также написала Леночка, у нее брат умер, тоже о нем молюсь. И ей тоже этот ответ будет необходим. Также Валечка Аникина спрашивает, как вы успеваете и помогают ли вам. И вам это будет ответ. Также Юлечка Соловьева спрашивала, что делать, если в человеке вселяется дьявол. От нехватки денег, что делать. Это очень такой вот тяжелый вопрос. Пока, Юлечка, в терпении. Побудьте. А, дойдем до этого, я вам раскрою. Прежде всего, терпение и с помощью Библии, с помощью Слова Божьего, противостояние. Это будем раскрывать отдельно, отдельно большую-большую тему, чтобы все могли противостоять. У меня уже были на эту тему видео, но я еще расскажу. Итак, во-первых, действуйте с Божьей помощью всегда и во всем. Запомните, если у Бога есть воля на то, чтобы вы действовали, то Он предоставит вам для этого все возможности. Лилечка, имейте это в виду, Юлечка тоже, если у Бога нет воли на то, чтобы вы действовали, то вы хоть как рыба об лёд бейтесь, все равно не сдвинетесь с места. И здесь нельзя не роптать, здесь нельзя не биться в агониях, здесь нельзя впадать в депрессию, здесь нужно только запастись терпением. Доверьтесь Ему. Говорите, да будет воля Твоя на то или иное событие. Говорите, именно так и говорите. Воздавайте Ему хвалу, славьте Его, наслаждайтесь чтением, погружением в Слово Божие. Вы там обязательно найдете многие-многие ответы. Просите, когда молитесь, поток Божьей силы на вашу жизнь. Вот я всегда прошу поток Божьей силы в моей жизни. И абсолютно все трудности, но трудностей практически нет, а именно горести Господь Бог направляет и сглаживает и делает так пути мои настолько мягкими, насколько это возможно. Ответ на вопрос по проблемам с детьми, имуществом, дочерью, сыном, сестрой, переживания страданий – все это в терпении. Если вы идете по жизни с поднятым носиком и с поднятой головой, но не гордоливо, а весело, открыто, открыто для всех, не опускаете носик, нет, 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 активно и с оптимизмом, самое главное с оптимизмом, то будете взбираться по жизни, всегда и только взбираться вверх. У вас будет жизнь выше среднего уровня. Если вы будете опускать носик, сдаваться, плыть, скажем так, по течению, жаловаться, роптать, ваша жизнь будет ниже среднего. И всегда будет меньше того, что Бог хочет вам дать. Меньше вы не сможете получить того, что Бог хочет вам дать. Потому что ропчищем не видать благодати. Это как 40 лет евреев, когда водил Господь Бог по пустыне. Ту территорию, которую они должны были пройти, тот период времени, за две недели, они ходили 40 лет, потому что они роптали, роптали, роптали. А почему то, а почему это? Он их бесплатно кормил, он их вёл, он находил пищу для их скота. Они же не просто шли, они со скотом шли, они рожали там уже, у них уже новые поколения. Но потому что они роптали, они не видели браслета. Они не увидели того, что хотел Господь, Бог уже подготовил, вот оно было, нужно было взять. Но ропот и нетерпимость их откидывала назад. Ох, жизнь, жизнь! Вот такая вот жизнь. Все хотят иметь хорошую жизнь, поверьте мне. Не только вы. Все хотят иметь хорошую жизнь. Но не все делают всё, чтобы её иметь. Вот нужно делать всё, чтобы её иметь. Пассивность. Что такое пассивность? Это дьявольский обман. Это дьявольская уловка. Пассивность. Полежишь, там в Библии есть такое. Полежишь, отдохнёшь, так и жизнь твоя пройдёт быстро. Мы слишком подвержены влиянию толпы. Мы смотрим, как все. Ай, вот все вот так и я. А кто такие все? Вы же посмотрите, кто такие все? Грешники. Даже многие, называющие себя верующими, они верующие лишь на время благословений в Пасху. Всё. Это называется верующие? Это верующие. С корзинкой, с водкой, с яйцами пришли, чтобы на них там побрызгали и уйти. И думают, всё, сейчас золотая рыбка к ним приплывёт. Это верующие? Это цирк. Это просто цирк шепетов. Где клоуны. Понимаете? Меня. Это, конечно же, не верующие. Человек, который не открывал Библию, который не погружается, который не живёт в молитве, который не может, он не смеет называть себя верующим. Понимаете? Ну, не смеет он. Да, он просто знает, что Бог есть. Всё. Но это не говорит о том, что он верующий. Верующий – это образ жизни. Это образ жизни. Не надо одевать на себя чёрное манто для того, чтобы быть верующим. Не в этом суть. Так что все хотят иметь хорошую жизнь, но не все делают всё, чтобы её иметь. Не плывите по течению. Вы знаете, Бог всё-таки, Он ищет тех, кто готов плыть против течения. Я всю жизнь плыву против течения. Кто меня хорошо знает, тот знает, о чём я говорю. Вся толпа плывёт так, а я плыву в другом направлении. Потому что я знаю, что вся толпа плывёт прямо в ад. И только некоторые, которые плывут не так, как они, попадают туда, куда надо. Поэтому я всеми своими силами стараюсь плыть совсем в другом направлении. мне со всей толпой не по пути. Избранные попадают. Избранные – это те, которые распинают себя каждый день. По крайней мере, изо всех сил стараются. Так что Бог ищет. Ищет тех, кто готов плыть против течения. Вы знаете, я молюсь о всех тех, кто нуждается, кто просит об этом. Многие ведь не просят. Всё равно молюсь. Я всегда молюсь и говорю за мою семью и за мою интернет-семью. Туда попадают все, кто, естественно, подписан на мой канал. Это без исключения моя интернет-семья. Я же над вами держу руки. Понятное дело, что вы все туда попадаете. Но ещё хорошо, когда вы своих родных, близких записываете мне. Вот помолитесь о том-то, о том-то, о том-то. И невольно их имена, которые вы вписали, также попадают в мощнейшую молитву. Итак, как я уже сказала, что Бог ищет тех, кто готов плыть против течения. Я верю, что вам надо заботиться не только о себе, но и не поддаваться влиянию этого мира. Ни в коем случае. Потому что миром правит сатана. Он уже здесь. И он, конечно же, ищет и поглощает все души, которые позволяют это сделать. Если вы это позволяете сделать, то он вас и поглотит. Вы знаете, даже дьявольские слуги, они прекрасно знают, что Бог существует. Даже те атеисты, которые говорят, что Бога нет, они-то прекрасно знают, что Он есть. Это ж... Вы думаете, что они не верующие? Это ж еще больше верующие. Это ж надо как верить в то, что его нет. Это... Как это нет создателя? Меня этот вопрос настолько беспокоит. Сейчас есть все возможности для того, чтобы уже ну все обезьяны превратились в людей. Но никак, но никак. Они вот на каком-то этапе остановились почему-то и дальше не идут. Поэтому Дарвин со своей теорией просто провалился полностью. полностью. Поэтому мне смешны также люди, которые настолько верят в то, что они от обезьяны. Ну, может быть, они от обезьяны, потому что, кто знает, кто-то от святого, от Господа Бога и в себе святость хранят. Ну, а у кого-то, знаете, я даже вот замечаю, ну, просто нет души, просто её нет. Её нет. Вот, возможно, они как раз и от обезьяны. Но Библия говорит о другом, что ни от какой, ни от обезьяны. Бог ищет тех, ещё раз говорю, кто готов плыть против течения. Поэтому мне не страшно, когда заходит кто-то на мой канал и начинает там, допустим, писать гадости, которые мой сын с успехом удаляет, удаляет, потому что удаляйся от ничтожества. Так написано в Библии. Удаляй от себя грязь, что я и делаю. Я верю, что нам надо заботиться не только о себе, но и о наших близких, потому что этого требует Библия. Надо любить их, любить всем сердцем так же, как мы любим себя. Вот точно так. Мы любим ухаживать за собой. Нам надо полюбить ухаживать за ближним. Не всегда, не всегда ближний именно тот, которого бы вы хотели видеть, но это ваш ближний. Так распорядился Господь, Бог. Иногда мы взываем к Богу, а он вроде бы молчит. Это нам так кажется. Вроде бы молчит. И вдруг, оглядываясь через время, мы понимаем, что то, о чём мы просили, исполнилось, но прошло уже пять лет. Пять лет, а то и десять, бывает, что и двадцать. Время. Мы понимаем, сколько прошло время. Но вы знаете, ведь это время назначено Богом. раз это не сразу произошло, значит, на то была воля Божья. Значит, терпение, он проверял вас на терпение. Значит, в тот момент было не время. Значит, в тот момент вы потеряли бы больше, чем получили через пять лет. Терпение, вот о чём я хочу говорить. Именно о нём, о терпении. Поймите, как бы вы не злились, Бог не двинется даже на один миллиметр быстрее, чем нужно. Так что научитесь ждать. А пока ожидайте, ни в коем случае не роптать, ни в коем случае не жаловаться на жизнь. Ни в коем случае не опускать носики. Подняли носы, радуемся, веселимся, благословляем Бога и прославляем Его. Наслаждаемся каждой минутой, живём и дарим любовь ближнему своему. Вот это есть жизнь, потому что ожидание это есть часть нашей жизни. Мы все здесь живём в ожидании чего-то. Верующий человек, он ожидает того момента, когда он уйдёт, и он ожидает, и поэтому его не нагрянет смерть внезапно, неожиданно, вот это слово, неожиданно. И это хорошо, потому что каждый вечер, ложась в постель, верующий человек попросит прощения за то, за то, за то, и чётко обдумывает, в чём он был неправ сегодня, попросит прощения, помолится, и только после этого уснёт, потому что возможно утром он окажется или ночью уже не там, где он ожидает. Неожиданность, вот чтоб неожиданность не случилась с вами, об этом, кстати, Библия говорит, нужно быть готовым, по крайней мере, стараться каждый день быть подготовленным, жить один день, как в последний раз, тогда всё будет получаться. вы знаете, жизнь, такой поток, который течёт незаметным течением, и только в конце пути вы понимаете, что это течение было бурным, было сильным, было мощным, ну, просто мгновенным. Я была раньше очень нетерпеливым человеком, очень нетерпеливым, очень шумным, и разговаривала громко, потом научилась, и теперь мне режет слух, когда при мне говорят громко. У нас говорят негромко здесь, не кричат. Раньше я жила в Азии, в Азии кричали, ну, могли с одной улицы на другую кричать, на базаре такой крик стоял, можно сказать, ор, то это просто, это ничего в этом плохого нет, это просто такой вот, такая изюминка, то здесь, здесь не кричат, все-таки на Украине более-менее говорят тихо, спокойно, а когда я была в Прибалтике, то летала с Тюардессой, то я помню в Эстонии там вообще тихо говорят, вообще тихо говорят, и мне это нравилось очень, и вот так вот незаметно, тихо, спокойно течет ваша жизнь, вам кажется, она чуть ли не стоит на месте периодически, когда, особенно, знаете, когда вы молодой человек или молодая девушка, стоите, ждете свидания у вас, и вот последние минуты, они как будто бы целый век вы стоите, ждете в ожидании чего-то, а на самом деле, когда время проходит, вы понимаете, что жизнь ваша просто бурным потоком проносится быстро, и вот я говорю, что раньше была очень нетерпеливая, особенно по отношению к Богу, я помолилась, и я думала, ну вот, все, я же помолилась, ну почему, ну почему нет ответа, ну неужели тебе, это я так в беседе с Богом, неужели тебе так, труд, тебе же легко, все, ты же можешь все, и потом, изучая Библию, поглощаясь в нее, полностью растворяясь в ней, я стала понимать, читая Святое Писание, что много, много воспитывает Господь Бог в нас благодаря терпению, терпение, это одно из его условий, теперь я говорю так, мое время Божие в твоих руках, я советую вам, когда вы молитесь, когда вы страстно чего-то хотите, страстно, не надо страстно хотеть, вы сделали, что могли, но нужно прежде не делать то, что вы можете, а отдать это Богу, помолиться, сказать, мое время Божие, в твоих руках, согласовать с Ним и потом вместе с Ним делать все, что можно, а не так, как мы обычно, ну вот, я уже сделала, все, что я могла, я сделала, Господи, и только после этого мы говорим, Господи, ну что же мне делать, ну теперь ты мне помоги, то есть мы теперь, такие деловые, выделили время для Бога, вот мы сделали все, что могли, вот теперь я делаю, нет, мы должны первое место дать Богу и потом делать все, что можем, мы плывем против течения, вот все делают так, я сделал все, что мог, я, кто ты такой, кто ты такой, ты никто, что ты можешь сделать, ничего, Абсолютно ничего. Поэтому, что касается меня, я отдаю все в руки Божьей прежде всего, прежде всего. Казалось бы, как пройти через эти трудности, Господи, как пройти через это горе, я отдаю себя в твои руки, я отдаю мое время, Боже, в твои руки, и вы знаете, насколько быстро, вот люди говорят, время лечит, пройдет год, пройдет два, пройдет три, у кого-то пройдет год, два, три, а у меня, Господь Бог, мгновение ока все решает, все делает так и ставит в голове так, насколько правильно, что мне дышать становится легче, когда такая мощная поддержка идет от Отца. ты понимаешь, что ты не одинок, ты понимаешь, что ты не сирота, у тебя есть отец, у тебя есть отец, у каждого из вас есть отец, и он о каждом заботится так же, как и обо мне. Один хочет этого замечать и принимать, а другой не хочет отворачиваться. Знаете, когда дитя отворачивается от своих родителей, это не есть хорошо, и счастья этому ребенку не будет. Но так в Библии написано, по крайней мере. Это я уж точно знаю. Я бы сказала, что Господь Бог пытается нас подготовить к тому, чтобы мы получили то, что нам нужно. Прежде всего, Он пытается нас подготовить. Вы знаете, слово терпение с греческого толкуется, как плод духа, который растет только в испытаниях. Представляете? Еще раз. Терпение с греческого трактуется так. Плод духа, который растет только в испытаниях. Поэтому не каждому нравится слушать сейчас то, что я говорю, терпение это испытание. Да, но как пройти эти испытания? Можно с наслаждением пройти эти испытания, а можно и нет. Вы знаете, Библия говорит, что если вы терпеливы, вы человек совершенный, вы можете получить все. Вот сейчас я вам хочу показать кое-что. Если вы откроете Библию в той части, где Новый Завет, то есть почти в конце Библии. Часть такую. К евреям, к евреям, послание к евреям, глава 10, стих 36. Вот я вам его покажу сейчас. Тут написано терпение нужно вам, чтобы исполнив волю Божью, получить обещанное. Еще раз, терпение нужно вам, чтобы исполнив волю Божью, получить обещанное. Если вы хотите получить то, что Господь Бог обещал вам и приготовил для вас, исполняйте волю Божью. Давно ли вы исполняли волю Божью? Давно ли вы любили ближнего своего, самого себя и распинали себя ради других людей? И умеете ли вы это делать? Распинать себя, пренебрегая временем, 24 часа в сутки. Дай Бог, чтобы у вас это получалось. Вы знаете, предыдущее свое видео я опубликовала не просто так. Там, где я сижу с семьей, пью кофе, внизу, кто не видел это видео, я внизу сделаю ссылочку, где я пью кофе, где я сходила рядышком в книжный магазин, купила книжку и получаю удовольствие от этой книги и от этой чашечки кофе и параллельно от общения со своей семьей. Вот мы вместе, это один из счастливых моментов в моей жизни, но при этом, при этом хочу сказать вам, я в этот момент стояла в очереди, куда я записалась на прием по очень важному делу, я приехала за несколько сотен километров и решала годами важный вопрос, и вот был период времени, когда вот я вышла в кафе, чтобы посидеть, подождать, очередь огромная годами, я приезжаю каждый год для того, чтобы решать эту задачу, и это проблема, ну я ее не называю проблемой, я скажу так, этот момент в моей жизни, дверь приоткрылась, скажем так, дверь только сейчас приоткрылась, значит Господу Богу так было угодно, я благодарю Богу и говорю слава Богу, слава Богу. Момент ожидания, посмотрите какой у меня момент ожидания, я видела в какой истерике бились там люди в этот же момент, с такой же, скажем так, ситуацией, как у меня, одни выходили там в слезах, другие там еще что-то, третьи еще, в общем, это надо было видеть, зачем они себе зарабатывали нервные стрессы, повышенное давление, они себе зарабатывали язву желудка, они себе, просто они не верующие, они не знают, что это момент ожидания, и его тоже надо использовать только в радость, распиная себя предродными людьми, и показывая, как можно достойно продолжать дальше плыть, приоткрылась чуть-чуть, неважно, да, ты ждал, что тебе вот так вот, вот так вот, с хлебом, солью и нараспашку, прямо сейчас и сразу в мгновение ока, все, нет, слава Богу, я говорю, хоть вот так, слава Богу, это означает, что Господь Бог раскрывает свои, объятия, как Он делает это каждый день для меня, и вот мы стояли, все решается, все решается, двери открываются, пусть медленно, значит, так надо, но двери открываются, вот момент ожидания, видели, купила книгу, семья, чашечка кофе, дуновение ветра, наслаждаюсь этой улицей, людьми, всеми, там еще сидела иностранка, и я еще с ней, пару фраз, тоже мы с ней поговорили, я узнала, что у нее есть дочь, которая также путешествует, все, то есть я получала полное удовольствие, и у меня это все прошло незаметно, другие бились в истерике, и кричали в этой очереди, и стояли там, я нет, я вот заняла там очередь, и ушла, все, и потом пришла, и спокойность, а что там творилось, это надо было видеть, я не хотела этого видеть, то, что я хотела видеть, то я видела перед собой, красивую, зеленую улицу, прекрасных людей, и своих родных, и близких, вот и все, ну это такой небольшой, как бы пример терпения, и видите, как написано в Библии четко, терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное, и естественно, мы получаем обещанное, в терпении, потому что я четко знаю, что за мной наблюдает мой Отец Всевышний, он смотрит, как достойно я прохожу это терпение, поэтому любое испытание проходите достойно, проходите его достойно, Лилечки особенно, я хочу сказать, Юлечки, терпение, помните, с греческого толкуется, как плод духа, который растет только в испытаниях, если вы хотите, чтобы ваш плод духом вырос, чтобы вы научились получать от Бога все, значит, вам надо тренировать терпение, еще хочу один момент такой заметить, вы знаете, как ни странно, Господь Бог рядом с нами, ставит таких людей, которые часто нас, бывает, выводят даже из себя, да, скажем так, почему это происходит, ну вот в очереди стоишь, а впереди тебя там стоит, кто выводит тебя из себя, почему, потому что терпение, друг, нужно в себе вызывать вот это вот милосердие, терпимость, доброжелательность, ведь, вероятно, и вы являетесь для кого-то испытанием, вы не задумывались об этом, подумайте об этом, может быть, и вы являетесь для кого-то испытанием, спросите ближнего своего, в чем проблема может быть в вас, и он вам скажет, не думайте, что вы идеальны, и научитесь плыть против терпения, против течения, при этом, при этом вырабатывая мощнейшее терпение во всем, терпение, это плод духа, и еще раз, оно вам нужно, чтобы исполнив волю Божью, получить обещанное, вы обязательно получите обещанное, все вы, девочки, вы все получите обещанное, но только в терпении, я вас всех люблю, целую, надеюсь, что смогла ответить многим на ваши вопросы, особенно вот Лилия, Юлечка, которые спрашивали серьезные вещи, с Юлей еще будет особый разговор, пока-пока.